ИСЛАМ ДОС ИСЛАМ ДОС Дорогие братья и сестры, мы с вами уже проходили переводы разных аятов Корана. И мы с вами проходили причины неспослания аятов Корана. Вкратце, еще мы с вами проходили истории пророков. Мы с вами проходили определенные темы в Священном Коране в течение лет. А в этом году, как вы, скорее всего, уже знаете, мы с вами должны завершить начатую историю пророков, истории самого великого из числа пророков Аллаха Субханаху ва Тааля, Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям. И единственное подходящее решение — это выделить целый месяц для истории этого посланника, мир ему и благословение Аллаха. Хотя, когда мы говорили о других посланниках, вечера двух или трех нам хватало. Когда же дело касается Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, для нас, являясь его уммой, подходит только, чтобы мы уделили больше времени, чтобы пройти через всю жизнь самого благословенного из созданий, самого высочайшего по уровню из всех творений Аллаха Субханаху ва Тааля. Мы просим Аллаха даровать нам осознание того дара, который у нас есть. Этот дар — то, что мы му'менин, верующие в Аллаха Единого, и наш дар — то, что мы являемся уммой самого высочайшего творения. Это два дара от Аллаха Субханаху ва Тааля, для которых Он выбирает людей, чтобы одарить их. То есть, каждого из нас выбрал Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы дать нам этот прекрасный дар. И, в Аллахе, если мы посмотрим на это и поймем это, тогда мы сможем распознать этот дар Аллаха и стать любимыми Аллаху Субханаху ва Тааля. Пусть Аллах сделает нас теми, кто любит Его, и просим Его любви в ответ. Амин. Мои дорогие братья и сестры, это очень важно для нас пройти через предисловие. И это предисловие начнется с важности изучения истории Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям. Что это такое и как это повлияет на меня, если я изучу жизнь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям? Во-первых, первое, что я бы хотел упомянуть, это увеличит мою любовь к нему, саллаллаху алейхи ва салям. И в то же время это увеличит мою любовь к Его Создателю, Который сотворил и меня. Аллах, субханаху ва тааля. Итак, изучая сиру, изучая жизнь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, и его историю, это увеличит нашу любовь к Аллаху и Его Посланнику. Мы поймем, как Аллах выбрал Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, и как мы были выбраны для того, чтобы быть его последователями. Итак, Аллах, субханаху ва тааля, благословил нас. Как говорит Аллах, Аллах оказал милость верующим, когда послал к ним посланника из них самих. Который читает им его аяты, этот пророк не принес что-то от себя. Аллах говорит, Он не говорит, не произносит ничего, просто из своей прихоти. Все, что он говорил, это откровение и внушение от Аллаха, субханаху ва тааля. Иногда Аллах его предупреждал. Не потому, что он сказал что-то от себя, а потому, что Аллах внушил ему сказать что-то для нас, чтобы мы извлекли пользу, что если ты допустишь ошибку или скажешь что-то, что требует предупреждения, то как ты должен реагировать на это предупреждение? Многие из нас расстраиваются, когда нам говорят. Очень многие расстраиваются в таких случаях. И мы пройдем через жизнь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, и увидим, как он, идеальный, реагировал, когда его исправляли и когда ему говорили. Пусть Аллах сделает нас из числа его последователей. Запомните одну вещь. Мы всегда с вами твердим о том, насколько важно это следовать за посланником. Саллаллаху алейхи ва салям. А как нам об этом узнать, если мы не изучили его жизнь? Смогу ли я узнать, насколько это важно? Или смогу ли я узнать, что мне нужно делать, чтобы следовать за посланием Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям? Если я даже не знаю, как он реагировал, вот в чем красота изучения сиры. Это приближает вас к Аллаху, делает из вас хорошего мусульманина, человека, который может подчиниться после того, как он прочитал, после того, как послушал, после того, как понял. Пусть Аллах, субханаху атааля, откроет нам двери. Затем мы будем следовать его примеру, и в то же время наша любовь к нему увеличится. А также наша любовь к его сподвижникам увеличится, потому что они были готовы отдать своей жизни ради Аллаха. И на самом деле многие из них отдали своей жизни ради Аллаха. Аллах говорит в суре Аляхзаб, «Среди людей, среди верующих, есть мужчины, которые выполнили свое обещание пред Аллахом, они были правдивы». В своем слове пред Аллахом, субханаху атааля, когда они обещали, мы отдадим свои жизни. Кто-то уже отдал свои жизни, а кто-то в ожидании. Этот аят был неспослан Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва салям. Пусть Аллах, субханаху атааля, поможет нам хотя бы пожертвовать своим временем в Рамадан, и вне Рамадана тоже хотя бы выполнять свои намазы. Несколько дней назад кто-то мне показал, как люди умирали в самых благословенных положениях в намазе. Один человек в поясном поклоне, другой, начиная совершать свой намаз, один человек на Минбаре. Прямо перед тем, как возглавить коллективный намаз, пятничный намаз, джумаа, и он умер. В этой стране пусть Аллах, субханаху атааля, одарит его Раем. Вопрос в том, мы слушаем о людях, которые умерли в благословенных положениях намаза, а мы с вами хотя бы читаем намаз. Вот вопрос. Мы хотя бы совершаем намаз? Тогда какие же у нас шансы умереть в положении земного поклона, когда мы даже не совершаем его, а изучив сиру пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, мы станем регулярны в своих обязанностях перед Аллахом, субханаху атааля, потому что мы увидим, как они добились успеха через следование за посланником Аллаха, субханаху атааля. Сегодня я проводил пятничную худбу, и я упомянул нечто очень важное. На намазе джумуа Аллах, субханаху атааля, благословил нас во всех отношениях. У нас есть сира Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, у нас есть Рамадан. Если мы этим не воспользуемся, у Аллахи это продолжается, это мы упустим этот поезд, это мы будем виноваты. Итак, Аллах, субханаху атааля, также упомянул различные детали из жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, каждую деталь, имена, места, его детства, его юношества и так далее. Сегодня у нас есть супергерои. И упомянуть некоторых из них, на самом деле мы в доме Аллаха, субханаху атааля, но мы все знаем, что футбольные звезды, мы их знаем, наши дети их знают, они даже знают их подруг, астахфируллах, они знают всю историю гольфиста, одного из лучших игроков в гольф, что с ним случилось, как звали женщин в его жизни, в точности, что он делал и что они делали. Они знают каждого и много о каждом. Они знают их команду, они носят футболку этой команды, и если на ней будет изображен дьявол, им все равно. Я прав? Это дети мусульмане, и они следуют за ними, они делают прическу, как бабуины, чтобы выглядеть, как кто-то, кто умеет просто пинать мяч в этом мире. Аллах велик, для вашей информации весь мир как мяч. Пусть Аллах откроет наши двери, но когда вы спросите их об именах сподвижников Мухаммада саллаху алейхи ва салям, редко кто из них назовет их вам. Пусть Аллах использует этот месяц Рамадан, чтобы мотивировать нас и наших детей, и вместо того, чтобы они сидели и смотрели мультфильмы, пусть они будут мотивированы посидеть и послушать сиру Мухаммада саллаху алейхи ва салям. Затем, для нас также очень важно в нашей жизни посмотреть на то, какими мы должны быть мужьями, потому что пример Мухаммада саллаху алейхи ва салям уникальный. Аллах говорит Это еще один аят в суре Аляхзаб Аллах говорит воистину в жизни Мухаммада саллаху алейхи ва салям прекрасный пример для тех, кто хочет и надеется встретиться с Аллахом субханаху ва тааля и для тех, кто ждет последнего дня. А сколько из нас ждут встречи с Аллахом? Встретиться с посланником Аллаха саллаху алейхи ва салям и с другими, но многие из нас держатся за эту жизнь, за мирскую, настолько, что мы забираем чужие деньги, мы ненавидим людей без каких-либо причин, кроме как за небольшую сумму денег. Перестаем разговаривать со своими родными, братьями и сестрами из-за каких-то мелких финансовых вопросов. Почему так должно быть? Но если вы хотите, следуйте за примером пророка саллаху алейхи ва салям, за его примером в роли мужа, отца, в роли лидера, в роли человека во времена войны. Говорят, он был справедлив во времена войны. И он даже проявлял милость в эти же времена, во времена войны. Посмотрите на то, что произошло, когда он зашел в Мекку. У него была большая армия. Люди в Мекке были в шоке. Они видели это количество. И он говорит, «Я ма ашара Курейш, ма да тазуннуна анни фаалун бикум». О, народ Курейшитов! А они были в его распоряжении. Он мог сделать с ними что угодно. О, люди, которые убили много моих сподвижников и родственников, что вы думаете я сделаю с вами сегодня? Некоторые молчали, а некоторые сказали, «Мы надеемся на благое, потому что ты хороший человек, сын хорошего человека». То есть внезапно он для них стал хорошим, потому что им нужна его милость. Люди становятся хорошими, когда им что-то нужно. Знаете, я вспомнил настоящую историю. Когда я учился в школе, там был мальчик. Он был таким худым, что все над ним издевались. Итак, он решил во время одних из каникул принимать протеины и стараться максимально набрать вес. И он вернулся спустя всего лишь полтора месяца. Огромным! И он просто посмотрел на тех, кто его дразнил. Они сразу стали здороваться с ним, дружить с ним. Почему? Потому что он с легкостью мог даже поднять их. Аллах Велик! Но немного до этого, как было? Они издевались над тем же человеком, а сегодня он большой. Никто уже не может дразнить его из-за размера. А здесь, что произошло с Мухаммадом саллаллаху алейхи вассалям? Они преследовали его. То есть преследовали его и его сподвижников. А в тот день, когда он вошел в Мекку, знаете, что произошло? Он спросил их, что вы думаете я сделаю с вами сегодня? Он сказал им, «Изхабу, фаэнтуму тулака». Вы свободны, вы можете идти. Свободны. Нет возмездия сегодня. Я скажу вам, что пророк Юсуф Иосиф, мир ему, сказал своим братьям, «Я не упрекаю вас ни в чем сегодня. Нет упреков, никаких, идите. Сколько из нас могут поступить так со своими родными, братьями и сестрами и родственниками?» Я думаю, что для нас, мусульман, это тяжело. Поэтому, когда мы изучаем сиру, то это смягчает наши сердца по отношению к нашим людям. Смягчает так, что мы учимся. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он был судьей между людьми, как он правил. В то же время он был дааи, призывал людей к исламу, как он призывал к исламу. Он призывал людей к благу, и мы через это пройдем. Очень многие его сподвижники выучили Коран наизусть. Как он добился этого? Большинство из них были взрослые. Сегодня наши дети заучивают Коран, ма шаллах. Некоторые ведут себя с детьми жестко для того, чтобы они выучили следующую суру и так далее. Очень часто люди и думают, что так нужно заставлять. И вы видите, что шейх или имам сидит с огромной тростью, а пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не использовал трость. Хотя его ученики в основном были взрослые, сподвижники, да будет доволен имя Аллах, какого возраста они были. Они обучались во взрослом возрасте, хотя сами не могли читать Аллах Велик. Посмотрите на ту любовь, с которой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обучал своих людей. И потом у нас через сиру, через жизнь Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, приходит понимание красоты Корана. Причина его неспослания, потому что, как вы знаете, Коран неспосылался частями, а не сразу одной книгой. Это 23 года, в течение которых неспосылался Коран. По мере событий неспосылались аяты. Происходили события, неспосылались аяты. Поэтому очень важно знать истории этих событий, чтобы знать причину неспослания аята. И когда вы знаете причину его неспослания, когда вы его читаете, вы улыбаетесь, потому что вы знаете эти имена, места, почему этот аят здесь, и также знаете, что это сегодняшний урок для вас. Пусть Аллах откроет наши двери. Итак, у нас так много вещей, которые нужно изучить из жизни пророка саллаллаху алейхи ва салям. Потом, еще что важно, каким он был со своими врагами. У него были среди своих же людей, которые заявляли, что они были среди его людей, те, которые были не мусульмане, которые просто притворялись. Такой человек, как Абдуллах ибн Убей ибн Салюль. Он был известен как Ра'сульмунафикин, глава лицемеров. И пророк саллаллаху алейхи ва салям вел с ним себя в очень-очень профессиональной манере. Он загонял его в угол, чтобы он не мог идти ни туда, ни сюда. Аллах Велик, посмотрите, даже политикам есть, что перенять у Мухаммада саллаллаху алейхи ва салям. Как он обращался со своим народом. Представьте, человек неграмотный посреди пустыни, среди людей, которые не могут ни читать, ни писать. Это Аллах, который послал к неграмотным посланника из их числа же. То есть, они были неграмотны. Он отправил к ним посланника, а большинство из них были неграмотны. Это было большое дело уметь читать и писать в те времена. И Аллах говорит, он отправил посланника из их числа к ним. То, что я хочу вам сказать, представьте, пустыня, неграмотность, нет интернета, нет телефонов, нет ничего, нет никаких средств связи, ни факса, ни телекса, ни интернета, ни телевизора, ничего. И все же он изменил мир. За несколько лет и сегодня более двух миллиардов людей следуют за посланием Мухаммада саллаллаху алейхи ва салям. Ашхаду ан ла илляха илля Аллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулю. Какой великий человек. Представьте, по каким законам и правилам он жил. Они были от Аллаха. Представьте, он отправился в Таев и его там преследовали. Это еще один урок из жизни Мухаммада саллаллаху алейхи ва салям. Когда у нас возникают трудности, откройте страницы Сиры. Историю Мухаммада саллаллаху алейхи ва салям. Почитайте, что происходило с ним и вы узнаете, что он сталкивался с большими проблемами, чем кто-либо из нас. И поэтому Аллах субханаху ва тааля говорит нам через благословенные уста Мухаммада саллаллаху алейхи ва салям в хадисе, что люди, которые будут испытаны больше, это те, кого любят больше Аллах субханаху ва тааля. А в другом хадисе говорится Аль-Анбия, пророки Аллаха, испытываются больше всего, а затем те, кто ближе всего к их примеру, а затем уже следующее. Пусть Аллах субханаху ва тааля дарует нам понимание. Итак, когда у вас проблемы в жизни, способ облегчить эти трудности это читать Сиру Мухаммада саллаллаху алейхи ва салям и обращаться в дуа к Аллаху, просить Аллаха О Аллах, люди, которые страдают по всему миру сегодня, О Аллах, и все страдания, через которые мы проходим, О Аллах, даруй нам облегчение, О Аллах, Сира Мухаммада саллаллаху алейхи ва салям. Пусть она станет причиной успокоения наших сердец и душ. Когда мы читаем эти страницы, позволь нам извлечь уроки, которые успокоят наши души и затушат то пламя, которое, может быть, в нас горит. Пусть Аллах, субханаху ва тааля, дарует нам благо. Итак, это Сира, благословенная Сира, и необходимо вселить жажду в сердца и разумы людей до того, как мы начнем говорить о его благословенном рождении. Саллаллаху алейхи ва салям. Итак, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салям, если мы посмотрим на его характер, поведение, на его веру, на его поклонение, на все это мы узнаем, что Аиша, рада Аллаху анга, задала ему вопрос, о посланник, мир ему, ты стоишь в намазе ночью, до тех пор, пока твои ноги не отекают, хотя у тебя нет грехов, ты прощен, ты же все равно попадешь в рай, неужели ты не можешь немного отдохнуть? Он говорит, о Аиша, разве я не могу быть, разве я не должен быть рабом, который благодарен Аллаху? Я знаю о своем положении, знаю о статусе, я уже в раю и так далее, но я хочу благодарить Аллаха, сегодня будем честны, аль-хамду лиллях, мы совершаем наши намазы, но иногда с небольшой ленью, иногда мы ощущаем лень, в этом холодном городе Палакване, спросите меня, как мне холодно, субханаллах, когда я приехал с более теплого места, с северной границы, и поверьте мне, взять омовение этой холодной водой, это вызов, но посмотрите на Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, ему уже сообщили о его статусе, он знал его, он был посланником, Джибриль, алейхи салям, являлся к нему, пока его ноги не опухали, а наши ноги опухают только тогда, когда мы путешествуем до Сингапура на самолете, потом ноги набухают, потом нам нужно поднять ноги, чтобы отдохнуть, а опухали ли наши ноги так же сильно по причине намаза, давайте будем честны, но все равно нам лень, люди жалуются на 5 минут больше, на 5 минут меньше, это испытание, если ваши ноги опухнут раз в жизни по причине намаза, вааллахи, вы последовали примеру, лучшему примеру, который существует, пусть Аллах, субханаху ва тааля, дарует нам хорошее здоровье, чтобы наши ноги выдерживали намаз, который мы совершаем, хотя наш намаз даже нельзя сравнить с намазом Мухаммада, салли Аллаху алейхи ва салям, итак, это примеры, за которыми мы следуем, его любовь, его чистота сердца, его любовь к жертвованию, сахабы, рады Аллаху ангум, если вы посмотрите на этих сподвижников, 99 из них отдали бы свои жизни для того, чтобы у одного человека все получилось, уверен, вы знаете историю сподвижников во время одной из битв, где была необходимость в воде, один из них испытывал жажду и видел своего брата, который тоже испытывал ее, и он передавал ему воду, а этот человек видел другого, кто нуждается в воде, и передавал ее, они передавали ее до тех пор, что они потеряли свои жизни для того, чтобы спасти следующего человека, сегодня 99 человек соберутся вокруг одного, чтобы уничтожить его, все наоборот, полностью противоположное, пусть Аллах, субханаху ва-та'аля, благословит нас, пусть одарит нас отсутствием этого эгоизма снова, так, чтобы мы могли жертвовать, Аллах восхваляет ансаров, Аллах говорит, сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, отдают предпочтение пред собой, даже если у них есть сильная нужда, даже если у них есть сильная необходимость в этой конкретной вещи, они все равно отдадут ее, а сегодня, при подсчете нашего заката, мы становимся немного жадными, А как же тогда садака, добровольная милостыня? Обычно это небольшие цифры, аль-хамду лилля, это хорошо, лучше, чем ничего, но откройте свои сердца, расходуйте, поэтому лучший дырхам, лучшее, что потрачено на пути Аллаха, субханаху ва-та'аля, это то, что вы отдаете в момент, когда вы боитесь бедности, а вы все равно отдаете, вот это от сердца, Аллах велик, когда вы боитесь, что вам это может понадобиться, но вы знаете, что другому человеку это может быть нужнее, а иногда мы даже не хотим делиться с нашими родными, братьями и сестрами, пусть Аллах, субханаху ва-та'аля, дарует нам глубокое понимание. Итак, если вы посмотрите на жизнь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, и посмотрите на то, как ислам развивался, вы сможете изучить его, и, несомненно, для каждого в мире есть урок, урок, который нужно изучить, как ислам развился, что стоит за развитием ислама, что может развить человечество, и что может заставить человечество пасть. Пусть Аллах, субханаху ва-та'аля, не сделает нас из числа тех, кто падает, а вместо этого пусть сделает нас из числа тех, кто развивается всегда. И поэтому Аллах, субханаху ва-та'аля, говорит, когда Он говорит о даровании нам силой, власти на земле, и даровании нам возможности соблюдать нашу религию, без всякого страха в мире, Аллах, субханаху ва-та'аля, говорит, скажи, повинуйтесь Аллаху и Его посланнику, прекраснейшие аяты, где Аллах, субханаху ва-та'аля, говорит, что если они отвернутся, то ты ответственен за выполнение своих обязанностей, а они ответственны за выполнение своих. А если они повинуются, субханаллах, Аллах дарует им истинный путь. И запомните, у посланника обязанность только доставить послание, а когда Он уже доставил, то за нами действие и Его послание применимо не только сегодня, но до конца времен. Пусть Аллах, субханаху ва-та'аля, сделает нас из числа тех, кто оценит и поймет до того, как будет поздно. И поэтому в следующем аяте Аллах говорит, Аллах обещал тем, кто уверовал и делает благие деяния среди вас, что Он дарует вам власть на земле, как тем, как Он даровал до вас. Вы веруете и совершаете благие деяния. Тогда Аллах говорит, что Он облегчит для вас выполнение ваших обязанностей пред Аллахом на земле без страха. Аль-хамду лиллях. Мы просим Аллаха, субханаху ва-та'аля, вернуть нам такие времена. Еще кое-что очень важное. Я бы не выполнил свой долг, если бы не сказал это. Качество Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, это его характер, его поведение. Все это мы будем проходить. А что касательно его внешнего вида? Он был создан таким образом, что некоторые из его сподвижников описывают его. Хассан ибн-и-табид рады Аллаху анху был поэтом. И передается, что среди его диуан, среди стихов, которые он читал, один из них был связан с тем, как он говорит, «Ты настолько красив, что это словно ты был создан таким, каким сам хотел быть созданным». Знаете, вы, например, знаете свой нос, свои глаза. Вы можете сидеть перед зеркалом и говорить, «О, этот нос немного кривой или здесь вот что-то не так». Аллах сделал так, и мы должны быть благодарны Ему. И вы в этом уникальны. Некоторые идут, чтобы поменять что-то, и в итоге становятся хуже. Пусть Аллах дарует нам благо. Это ваша идентичность, будьте довольны. Никто не замечает эти мелочи, кроме вас, потому что вы слишком долго перед зеркалом. Просто уберите зеркала из своего дома, и вы будете счастливы мужчиной или женщиной. Аллах велик, особенно это касается женщин, хотя в наши дни возможно в равной степени и мужчин, они тоже за собой ухаживают. Итак, Аллах сотворил лучшего из творений таким образом, что просто смотря на него вы любите его. Субханаллах! Абдуллах ибнусалям был еврейским раввином, когда он увидел Мухаммада саллаллаху алейхи ибнусалям впервые он сказал, как только я увидел это лицо, я знал, что это не лицо лжеца. Этот человек говорит правду, он пророк, и сразу же в этом же маджлисе, в этом заседании он принял ислам, потому что он услышал слова Мухаммада саллаллаху алейхи ибнусалям и сказал, это слова посланника, пусть Аллах субханаху ибнусаля сделает нас правдивыми. И поэтому я хочу упомянуть, что ибнекатир рахматуллахи алейхи говорит в тафсире аята Их признаки на их лицах, на их лбах от совершения земного поклона вы можете увидеть из их лиц, что это люди богобоязненные. Ибнекатир рахматуллахи алейхи упоминает об одном из тафсиров. И он говорит, что один из муфассиров сказал, что это связано с вашим намазом Тот, чей намаз прекрасен ночью, его лицо становится прекрасным днём. Аллах велик, люди смотрят на тебя и они видят ма шааллах нур на твоём лице. Пусть Аллах субханаху дарует нам этот свет и не сделает нас из числа тех, кто ошибается, принимая светлую кожу за свет. Потому что это признак нашей слабости, когда мы принимаем светлую кожу за её сияние. Нет, человек может быть тёмным, как уголь, но полон нура. И только человек с нуром заметит это. Пусть Аллах направит нас и сделает нас из числа тех, кто осознаёт. Итак, это красота Мухаммада саллаху алейхи ва салям. Более красивого, чем ты, не видели глаза мои. И красивее тебя женщины никогда не рожали. И сотворён ты был без всяких недостатков, физических недостатков. Каэннака хуликта кама тащау словно ты был создан таким, как пожелал ты. Саллаху алейхи ва салям. Один из моментов, который мы узнали, когда мы проходили в прошлом году истории пророков Аллаха, мир им всем. Каждый из них был красивым. У каждого из них были хорошие качества. Каждый из них был избран, когда у них было хорошее здоровье. А если и был какой-то маленький дефект, например, у Муса с его языком, то это тоже было частью испытания для народа. С языком, то есть, вы знаете, что Муса ранил свой язык, когда он был молод. И он немного заикался. И это тоже, потому что Аллах захотел отправить его брата с ним. И это было для предлога. Пусть Аллах дарует нам глубокое понимание. Одна из причин этого, представьте, если Анбия Аллаха Субханаху и Тааля его посланники были бы такими, что никто не хотел бы на них смотреть. В таком случае люди бы говорили, этот человек, то, как он сотворен тобой у Аллаха, мы даже не хотим на него смотреть. Пусть Аллах Субханаху и Тааля не делает нас такими, чтобы люди не хотели на нас смотреть. У нас это связано со связью с Аллахом Субханаху и Тааля. Потом мы смотрим, очень важно, мы переходим к состоянию мира во времена Мухаммада прямо до его рождения. Что было вокруг? Была Римская империя. Римская империя простиралась до Азии, Сирии, до сегодняшней Палестины, Египта, Северной Африки и штаб Римской империи на востоке был там, где сегодня Стамбул, Турция. В те времена этот город назывался Кустантыния, Константинополь. Византийская империя была частью Римской империи. И Аллах Субханаху и Тааля упоминает об этом в суре Ар-Рум. Есть целая сура в Коране, названная в честь римлян. Они существовали в те времена. А кто еще тогда был? Были персы. То, что мы сегодня знаем, как Иран. Персы, большинство из них были огнепоклонниками. Они угнетали своих женщин, очень сильно. Что касается римлян, что случилось с ними? Пусть Аллах Субханаху и Тааля убережет нас. Если вы посмотрите на историю Иисуса, мир ему, вы увидите, как римляне преследовали его, и какими они были тиранами, и как даже в войнах, которые происходили между ними самими, они угнетали рабочий класс. В значительной степени и было много вражды и беспорядков. Это были грязные люди, которые не знали, как очищать себя. Это изменилось совсем недавно. Даже некоторые короли Европы гордились тем, что купались раз в месяц публично. Пусть Аллах Субханаху и Тааля убережет нас. Искупаться один раз в месяц, Аллах Велик, мы благодарны ему, что он отправил к нам Мухаммада салла они не знают. Почему? Они украли это, забрали себе и винят нас, что мы воруем Аллах Велик. Пусть Аллах Субханаху и Тааля откроет наши двери. Итак, у нас здесь персы, которые поклонялись огню и поклонялись многим другим вещам. Среди них были и люди, которые поклонялись идолам. И некоторые поклонялись людям, иерархия, а также было очень много растерянных людей. Если вы посмотрите на римлян спустя время, когда пришло христианство, вы увидите, что каждый новый король менял Библию. И гордо они говорили «версия Библии короля Якова», то означает «это версия Библии, которую этот король сделал и принес». И затем другие версии Библии «пришел такой-то человек или такой-то и поменял ее, такой-то поп пришел и поменял ее». Поэтому у нас сегодня более 36 версий Библии христиане сами не могут объединиться вокруг одной. Мы говорим это со всем уважением. Это факт. Итак, по мере изменения вещей для того, чтобы это подходило королю того времени, был хаос и растерянность. Люди начали прибавлять и убавлять до тех пор, пока они не вознесли Иису или Иисуса мир ему до уровня божественности и сделали его частью троицы. Для вашей информации, римляне римляне тоже воевали или христианские конфессии воевали друг с другом. Они даже воевали с коптскими христианами Египта. Из-за чего? Из-за того, что кем был Иисус? Был ли он частью троицы? Что с ним случилось? Итак, между христианами начались войны, потому что этот король добавил что-то, тот поп добавил что-то, а другие говорят, мы не знаем, что это, мы бы на это сказали беда, что-то новое, нововведение в религии, это что-то новое, нам это нужно убрать, и начались войны. Пусть Аллах защитит нас от нововведений. Затем, после этого, были войны, которые проходили между римлянями и персами. Это тоже упомянуто в Коране. Эти войны шли с давних времен, и для вашей информации персы считались более сильными, но каждый боялся другого. И иногда выигрывали те, иногда другие. И это все длилось долгое-долгое время. А потом индийский субконтинент, где есть индуисты и буддисты, те, кто поклоняются Будде. А у индуистов, как вы знаете, иерархия. Они поклоняются людям, есть священники, брахманы на самом верху, а потом другие уже ниже. Пусть Аллах убережет нас от поклонения людям. «Инна Аллах обта'ثа Мухаммадан льюхриджа льбад мин льбад 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 Аллах отправил Мухаммада саллаллаху алейхи ва салям, чтобы избавить людей от поклонения другим поклоняющимся и привести их к поклонению Господу поклоняющихся, Создателю, всего остального. Итак, мы не должны поклоняться тому, что сотворено. Мы поклоняемся только Творцу. Когда я опускаю другого, тот, кто сотворил меня, я обязан ему земным поклоном. Пусть Аллах примет это от нас». Итак, вокруг есть и другие цивилизации, которые упомянуты в Коране, и некоторые из бывших народов, которые были на Арабском полуострове. Был народ, называемый Саба в Йемене. Были народы Ад и Самуд, которые тоже были на полуострове. Народ Ад был вместе называемым Ахкаф, который находился чуть южнее Мекки или в южной части Арабского полуострова. А народ Самуд были немного севернее. Такие были народы, и, как вы знаете, там также были в те определенные времена евреи, христиане, огнепоклонники, как я упоминал, буддисты и так далее. А потом еще народ Мекки и арабы той местности. Кто они были? Кем они были? Если мы внимательно посмотрим, мы заметим, что с религиозной точки зрения они поклонялись идолам, они верили в суеверие. Сегодня многие из нас суеверны. Во всяких мелочах мы говорим, нет, если черная кошка пройдет, то произойдет это, если сова сядет на крыше дома, произойдет то-то, если ворона прилетит сюда, произойдет это. И до сих пор это джахилия в нас. Аллах говорит, те были арабы-язычники, и у них было много суеверий. В разных мелочах у них были суеверия. Скажем, например, женщины расчесывают волосы и складывают их в какую-то тару. И когда они их складывают, может подуть ветер. Из-за их легкости несколько может улететь в угол. Через некоторое время, когда они найдут свои же волосы, они говорят, кто-то сделал черную магию. Аллах велик. Так бывает. Сестра, это твой волос, его унес ветер. Зачем ты это делаешь? Зачем винишь людей? Это и есть джахилия, невежество. Пусть Аллах защитит нас. Поэтому даже те, кто думают, что на них сделали черную магию, возможно, в редких случаях так оно и есть. Но как помочь себе? Мы дойдем до этого в жизни Мухаммада саллаху алейхи вассалям, потому что это случилось с ним саллаху алейхи вассалям. Итак, они ходили к предсказателям в те времена. Что-то произошло, иди к предсказателю. Что-то происходило, они ходили по разным гадалкам. Люди хотят знать, что в будущем. Мне рассказали про один случай. Один человек был в аэропорту, к нему подошел другой и говорит, я могу предсказать твое будущее. А он мусульманин и говорит, я не хочу знать. Нет, я могу тебе сказать. Итак, этот мужчина отошел со своей женой, говорит, оставь его. А тот стал настаивать, приставать. Говорит, я могу предсказать твое будущее. И он сел с ними. И этот брат мусульманин говорит, слушай, иди отсюда, я не хочу это слушать. Он говорит, нет, я возьму за свои услуги очень мало, не переживай, я сделаю скидку, всего 5 долларов. Например, я не помню точно сколько, но этот человек начинает говорить, ты проживешь столько-то лет, у тебя будет такой-то ребенок, а этих людей это даже не беспокоит, они даже его не слушают. Когда он закончил, смотрит на мусульманина и говорит, заплати мне. И этот мусульманин рассказал мне, что он ответил ему, знаешь что, ты говоришь, что знаешь будущее. Тогда ты должен был знать, что я тебе не заплачу. Аллах велик. Пусть Аллах откроет наши двери. В наших трудностях мы все равно ходим к предсказателям, хотим узнать, что происходит. Люди ходят к знахарям, и они не знают, как эти знахари работают. Это очень логично, что я имею в виду. Мы сможем объяснить тебе, как используют джинов, как духов, и как они вызывают этих медиумов, откуда они приходят, как с ними говорить, как общаться, как пользоваться ими, но все это запрещено в исламе. Мы можем объяснить это вам и знаем, как это работает. Но это запрещено, и мы должны это знать. Нам нужно это знать. Пусть Аллах откроет наши двери. Валлахи, перед нами 29 или 30 ночей. И у нас есть Сира Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Я не хочу отнимать у вас слишком много времени, чтобы вы пришли завтра, чтобы услышать, что еще я расскажу. И мы продолжим с вами завтра. Откуда? Инша Аллах с упоминания о людях невежества, Джахилия, в рамках Арабского полуострова, о том, в чем они участвовали, инша Аллах, когда Аллах субханаху ата'аля избрал для них, что этот пророк будет взращен среди них. И инша Аллах, я надеюсь и молюсь, чтобы мы осознали тот дар, в котором мы сегодня, мы сидим чисты с нашими женщинами, поднятыми на самый высокий уровень. И наши женщины, во-первых, не обмануты этим либерализмом или словом «свобода» сегодня. А во-вторых, они не угнетены, но они научены выполнять свою роль как мусульманки. И об этом мы с вами узнаем, когда рассмотрим обе крайности. А до тех пор, до нашей следующей встречи, если Аллах дарует нам жизнь и возможность встретиться. Инша Аллах. Субтитры подогнал «Симон»